всем привет друзья решил сегодня пойти немножечко позагорать заодно сделать видео ответы на ваши вопросы у кого какие вопросы пишите будем отвечать а так будем вспоминать то что вы уже задавали многие не понимают как рост маш массы мышечный связан с ростом силовых показателей и зачастую путают обвиняя меня как бы в глупости но сами не хотят вникнуть в то о чем я рассказываю о чем я говорю и в принципе это не я придумал я сам пришел к этому тоже слушая грамотных умных людей читая серьезную литературу во первых естественно если вы новичок не раз уже об этом говорил вам крайне необходимо построить силовую базу силовую базу для того чтобы окрепли сухожилия связки потому что кто бы вам что ни говорил культуристический тренинг не укрепляет связки сухожилия есть мнение что наоборот даже расслабляет настолько насколько это делает силовой тренинг но и самое главное силовой тренинг как база как построение фундамента как хорошее строительство мощного дома чем мощнее чем лучше будет база ваша силовая тем меньше вероятности что вы получите травму и это все что я говорю касается как парней так и девчонок единственная разница что количество повторений на силу у девочек чуть чуть больше но принципы одни и те же так вот никто не будет же спорить что с чем большим весом вы работаете в жиме лежа работая на массу если вы делаете жим лежа на массу чем больше вес вы поднимаете в приседаниях тем естественно будут больше ваши мышцы не говоря уже о том что сильней никто не будет спорить так вот когда я говорю что сила связана и напрямую зависит с массой это не значит что нужно тренироваться только в силовом стиле сейчас мы уже говорим не о новичках это значит что вы обязаны тренироваться по принципу периодизации обязаны перед самим собой для того чтобы использовать большие веса именно в ваших культуристических тренировках а как это сделать если не включать силовые тренировки никак поэтому вы просто обязаны просто обязаны тренироваться по периодизации тренировать как силу так и массу и конечно выносливость вы чё говнюки не говорите что вы тоже приходите загорать обалдеть вообще занятые люди позвонили бы я-то работать иду снимать куда не придешь везде встретишь русских ну что это такое нагрелась уже здорово как хорошо так мне надо в тенёк куда-нибудь чтоб телефон не нагрелся так как бы мне так сесть чтобы и загорать и на ваши вопросы отвечать сейчас сейчас придумаем так вижу столик что у меня с собой ничего нет кроме телефона и как всегда вода вода с быца многие спрашивают как можно контролировать прием жидкости как можно контролировать поступление бы сашек вот я развожу 5 грамм на пол-литра и выпиваю в сутки четыре таких бутылочки минимум у меня получается 20 грамм и соответственно мои бы сашки на меня работают да мы сделаем как-нибудь видео после мамопластики пока смотрите то что есть и задавайте какие-нибудь конкретные вопросы которые вас интересуют да у нас здесь просто шикарно я не зря приглашаю всех не только приезжать потренироваться вместе со мной но и конечно же можно жить здесь это самое лучшее место на земле где можно жить тренироваться и где нужно это делать люди здесь во флориде прекрасные люди здесь добродушные в основном американцы даже сами не считают флориду за америку и она действительно отличается от другой америке здесь другие дороги здесь все все совершенно другое все позитивное если делать приседание с собственным весом можно потянуть немного ягодицы конечно можно запомните что любое упражнение любые движения даже если вы просто будете гулять это будет сказываться положительно на вас главное что главное это питание уже питание будет регулировать насколько видна ваша красивая попка и пресс насколько широко должна быть стойка для приседаний со штангой хороший вопрос я предлагаю начать на ширине плеч а потом уже контролировать потому что в зависимости от ваших антропометрических характеристик все мы немножечко разные кому-то будет удобнее ставить ноги чуть шире разводя носки более широко а кому-то наоборот поуже все это нужно контролировать самое главное что следите всегда за тем когда вы приседаете чтобы коленки уходили четко по направлению больших пальцев и вес естественно чтобы был посередине стопы но преимущественно на пятки ни в коем случае не должен переноситься на носки это гораздо страшнее чем выводить коленки за уровень большого пальца ноги на самом деле это не так страшно страшно когда вы переносите вес на носки это говорит о том что вы начинаете первую фазу движения как минимум неправильно а вообще рекомендую у меня есть статьи наверное штук 5-6 для приседаний и столько же для становых тяг где я расписал вам четко подробно каждое это упражнение причем по фазам первая статья как подойти к штанге как занять правильно позицию вторая как снимать штангу со стоек повторяю и для приседаний и для становых тяг как развить грудные девушка по моему спрашивает для девчонок я знаю два лучших упражнений я для грудных мышц это брусья самые первые и второе это жим гантелей на наклонной скамье естественно головой вверх а если спрашивает ну что у меня есть видео она по моему самая популярная у меня на канале там 600 тысяч просмотров то же самое брусья и жим гантелей жим гантелей на наклонной и жим гантелей на горизонтальной чередовать с жимами лежа но жим и лежа делать чисто в силовом стиле набирать общую силу общую базу всего плечевого пояса что потом скажется очень положительно когда вы будете прорабатывать именно грудные мышцы уже в культуристическом режиме работая с гантелями как часто выполнять интервальное кардио интервальное кардио выполнять два-три раза в неделю лучше 2 в отдельные от силовых тренировок дни это очень очень важно насколько можно сократить углеводы для просушки живота к лету посмотрите у меня есть последние видеоролики о питании почитайте мои статьи о инсулине и там все очень четко и подробно так стоит ли проводить 36 часовые голодовки я в принципе против голодовок я за разгрузочные дни большинство моих учеников в субботу сидят на кефире и зеленых яблоках большинство имеют очень положительные отзывы это помогает избавляться от сахарной зависимости а вы знаете что сахар это страшная вещь это как наркотик он реально действует как наркотик и отказаться от него очень очень сложно но можно живу я в америке во флориде прилетайте будем рады расскажите о гормоны выбрасывающих упражнениях тоже хороший вопрос и крайне важный многие присылают мне оценить их ней программы тренировок я прошу этого не делать потому что почитайте мои статьи о том как я отношусь к тренингу какой у меня подход и вы сможете сами уже оценить свою программу что касается гормоны выбрасывающих упражнений если вы вдруг тренируете малые группы мышц такие как плечи руки даже грудные мышцы отдельным днем вам обязательно нужно делать гормоны выбрасывающие упражнения естественно для большинства будет тяжело делать в этот день опять становую тягу или приседания а это два из лучших гормонов выбрасывающих упражнения тогда можно делать выбегание по принципу интервального кардио где-то 5 6 выбеганий вы можете спокойно сделать и будете довольны и гормоны попрут и потом вы их спокойно закачаете с помощью крови они придут ваши работающие мышцы если это дельты или если это бицепс и трицепс следующая шикарнейшая гормоны выбрасывающие упражнения не знаю я его изобрел или нет но и раньше его нигде не встречал это экстензии для спины в станке для экстензии но с одновременным разведением гантелей в стороны получается задействовано огромное количество мышц трудоемкое очень упражнение и кстати будет полезно как парням так и девчонкам по той простой причине что задняя дельта к сожалению самая наверное заброшенная часть дельт а может быть и всего тела которую редко кто тренирует уделяет крайне мало внимания потом удивляются почему у нас такие маленькие дельты да потому что именно задний пучок дельты задает основную массу всего плечевого пояса если мы говорим о дельтах у меня есть статья извините ветер отклоняет у меня есть статья и видео посвященное этому советую настоятельно изучить потому что вопрос того как и что нашем теле зависит друг от друга очень важно у меня есть статья есть видеоролик рейтинг мышечных групп их зависимость друг от друга это очень важная информация для тех кто пытается грамотно тренироваться который пытается понимать что как и для чего делать настоятельно рекомендую вам изучить следующие два упражнения которые тоже являются мощным гормона выбрасывающим фактором стимулом это друзья бурпи или проще говоря прием примите жим упор на руках отожмитесь затем прыжком подставьте колени к рукам резко выпрыгните вверх подожмите коленки груди и приземлившись опять примите положение упора лежа сделайте так десять раз вы обалдеете просто того как вы устали как вы задохнулись кстати американские спецназовцы используют это в своей подготовке постоянно либо запрыгивание на высокую опору на высокую какую-нибудь платформу это тоже серьезный стимул мощное выбрасывающие гормоны упражнения в кровь в принципе вот перечень основных гормонов выбрасывающих упражнений которые вы должны использовать в своем тренинге и так составлять свой сплит чтобы они по очереди чередовались и соответственно грамотно состыковывались с общим вашим сплитом чаще всего у людей недельный сплит но я рекомендую все-таки отходить от этого не ориентироваться на 7 дней неделю но это к сожалению сложно потому что все мы привязаны к этой неделе именно от этого появилась и получилось вот это семидневная привязка причем в любой жизнедеятельности хотя на самом деле биоритмов с такой цифрой в 7 дней нет у нас биоритмы насколько я помню 3 6 9 дней но это уже другая история какие группы мышц тренировать в один день и поскольку делать упражнения на каждую группу мышц друзья тоже очень хороший вопрос но он раскрыт очень очень подробно во многих моих статьях зайдите на мой сайт 5 чем джим . ру в поисковике статей найдите статью как составить программу тренинга самостоятельно там отличная статья со всеми подробными рекомендацией на эти и другие вопросы я полтора месяца занимался по вашей программе дома и пыталась точности как вы учили за 6 недель вешу 49 килограмм при росте 166 я мама трех детей скажите кожа на жрате подтянется от тренировок смотря насколько сильно она растянута вы тоже должны это понимать в большинстве случаев я не видел чтобы кожа после родов при грамотном подходе к питанию к тренингу не подтягивалась есть конечно единичные случаи но это немножечко уже другая история какого примерно размера должна быть порция одного приема друзья это тоже хороший вопрос и я его раскрывал в своих видео но сейчас еще раз расскажу об этом более подробно потому что действительно очень важно если вы задаете такой вопрос то значит у вас в целом еще нет понятия но не обижайтесь реально о том как грамотно строить свой дневной рацион что я советую вы знаете я никогда не рекомендую считать калорий да мы даже стани этого не делаем и другие мои ученики этого не делают но тот кто только начинает изучать свое питание изучать вопросы построения грамотного рационального питания должен в течение недели записывать все что он ест и когда он ест а затем проанализировать вот на этом питании вы худеете набираете или стоите на месте следующее ваше действие вы должны разбить то что вы едите обычно это два-три раза у людей на 4-6 приемов и чем более вы толстый чем больше на вас жира тем больше приемов пищи в течение дня у вас должно быть это закон закон избавления именно от жировых накоплений более подробно у меня есть отличная статья и видео как плавно грамотно и самое главное безопасно для здоровья перейти на правильное питание настоятельно как рекомендую тоже это все изучить так вот следующий шаг который вы будете делать в питании и именно в том насколько велика должна быть ваша порция это примерно у вас между приемами пищи должно быть два с половиной три часа если вы не хотите есть через два с половиной три часа значит порция ваша была большой для вас уменьшаете ее и конечно же я не зря сказал почему нужно записывать все потом анализировать худеете вы полнеете вы или стоите на месте вот отсюда уже идет настоящая интеллектуальная работа если выполняете то при условии конечно что вы уже почистили свое питание от всякого мусора не идите всякое г вы должны урезать немножечко углеводы и естественно во второй половине дня урезать нужно прям немножечко начинать с 20 30 грамм это кажется очень мало но попробуйте и каждые две недели следить за результатом если нет изменения если вы не худеете еще на 20-30 грамм урезаете и снова две недели отслеживаете результат если результат пошел то держите именно такой рацион который у вас получился вы при этом худеете вы при этом тренируетесь и с гарантией будете пережигать именно жир а не мышечную массу это все очень очень важно точно так же только теперь в обратную сторону нужно действовать если вам необходимо повышать мышечную массу надеюсь как бы все понятно так следующий вопрос доброго времени суток пожалуйста по вашему мнению употребление липоевой кислоты в целях похудения друзья в целях похудения нужно в первую очередь принимать жиры омега-3 6 9 6 9 конечно мы большей степени получаем чем омега-3 но стоит именно обратить внимание на этот факт и на вопросы питания которых я рассказываю статьях и только что вот рассказывал выше не ищите никакой волшебной таблетки и самое главное поймите что л-карнитин это тоже не сжигатель и что очень важно понять сейчас в мире нету жиросжигателей которые реально сжигают жир это все просто развод на бабло как только запретили в мире эфедрин использовать в жиросжигателях все нормальных жиросжигателей не осталось в америке кстати вам могут прописать жиросжигатель на основе точнее с присутствием эфедрина и только врач вам он может это сделать и продадут вам это только в аптеке но самое главное что он есть россии насколько я знаю это просто тупо запретили ну как в принципе все что происходит в нашей стране а если тренироваться вечером можно не бояться после тренировки есть банан протеин все это задают и я устал уже говорить неважно когда вы тренируетесь утром поздно вечером всегда после тренировки сразу вот закончили последнее повторение последнего упражнения последнем вашем подходе сразу друзья съели банан не уходя в раздевалку проще всего многие говорят я стесняюсь у там садится есть этот банан а вы сделаете его сразу в виде коктейля с вашим протеиновым порошком лучше всего есть это будет комплексный протеин замешайте его и потом просто выпьете как шейкер все неважно друзья во сколько заканчивается ваша тренировка самое главное делать это сразу не когда вы помоетесь придете домой выпьете нет это уже будет как раз таки неправильно и нехорошо а если вы хотите чтобы ваши мышцы росли или оставались на месте а жир плавился необходимо всегда после тренировки выпивать протеиновый коктейль с бананом даже можно просто банан без протеина потому что после тренировки важно именно поднять уровень инсулина фрукты получается только за час до тренировки и сразу после нее есть и все а когда я говорил что фрукты можно есть до тренировки нет конечно фрукты можно есть также только после тренировки а если у вас не очень серьезные проблемы с лишним весом то можно еще в качестве десерта во второй прием пищи но естественно тоже немножечко я пью молоко яйца и банан натурально да это идеально но единственное что хочу поправить никакую молочку вечером не нужно даже если вы тренируетесь вечером и хотите повысить свой уровень инсулина не забывайте что молочка там творог хорошая вещь если вы это сделаете в первой половине дня но ближе к вечеру не забывайте молочкой творог выброс инсулина произойдет где-то через два часа то есть он придет как раз не когда нам нужно сразу после тренировки а именно по окончании определенного времени поэтому лучше творог съесть как раз таки в этом случае перед тренировкой за полтора два часа чем в базовой программе заменить французский жим если болят локти я в свое время открыл для себя по совету одного специалиста французский жим но не со штангой а с гантелями при этом гантели нужно держать параллельно друг другу попробуйте вы будете шокированы насколько качественные прорабатываются трицепсы при этом движении и насколько ваши локти перестанут болеть аргинин способствует набору массы или способствует похудению вот еще один вопрос худеем и друзья или набираем зависит от питания аргинин можно сказать помогает в обоих случаях почему как действует аргинин если вы его грамотно принимаете на голодный желудок в идеале это утром за 30 минут до еды это перед тренировкой за 30-40 минут до еды и где-то за 50-40 минут до сна но всегда на пустой желудок в таком случае выбрасывается гормон роста а что делает гормон роста он как набирает мышечную массу он точно также единственный кто мощно пережигает ваши жиры вот именно с этой точки зрения можно сказать что аргинин как добавка для массы так добавка и для жиросжигания ем банан с творогом после тренировки перед сном и все-таки худею молодец скажите про быстрые углеводы их вообще нельзя кроме как после тренировки сразу да если вы хотите быть всегда в идеальной форме я не рекомендую быстрые углеводы есть в другое время кроме как по окончанию вашего тренинга как часто делать курс омега-3 на самом деле омега-3 можно и нужно принимать постоянно если вы переживаете за чрезмерное накопление в вашем организме поступайте следующим образом два-три месяца принимайте месяц-два отдыхайте посоветуйте книги по самосовершенствованию пожалуйста в принципе любая книга будет помогать вам самосовершенствоваться любая книга чему-то учит вопрос в том в каком направлении вы хотите самосовершенствоваться на мой взгляд лучшие книги это карлос кастанеда 11 томов это ричард бах но именно две книги чайка по имени джонатан ливингстон и вторая книга иллюзии а также будет полезно почитать трансерфинг реальности но трансерфинг реальности шикарная книга действительно она более человеческим языком доходчивым языком рассказывает все то что описал карлос кастанеда про учения дона хуана чем егор вы завтракаете обычно я завтракаю яйцами и кашей либо только кашей либо только яйцами либо каша и творог вот такой у меня набор каши стараюсь чередовать чтобы не накапливать никаких ненужных веществ в организме излишек надо ли делать читмил или загрузочные дни как часто нет я против читмилов особенно в том понимании каком его преподносят проще всего и лучше всего когда вы настроите свое питание когда вы с помощью его как я вам рассказывал выше дойдете до определенного момента когда чтобы вы не делали организм уже не избавляется от жировых накоплений нужно начать чередовать делать углеводные пики углеводные ямы это делается следующим образом 5 ну вы находите опять таки с помощью питания как я вам рассказывал вашу верхнюю точку самую примеру это там 300 грамм углеводов до в сутки и начинаете делать следующим образом сегодня кушаете 300 грамм углеводов завтра 260 послезавтра еще отнимаете 40 и так доходите до 40 50 грамм в сутки это будет яма потом также плавно потихонечку поднимаетесь наверх и в зависимости от того хотите вы больше избавиться от жира значит у вас яма будет 3-4 дня если вы хотите больше набирать то верхний пик должен составлять 3-4 дня но вот такая углеводная волна образная схема позволяет легко переносить так называемую диету если это можно назвать диетой но что самое главное вы не будете испытывать такой острой жесткой негативной побочки когда вы полностью целиком отказываетесь от углеводов я в принципе вообще категорически против такого подхода его расскажите а l-карнитин советуете принимать и если от него эффект до l-карнитин очень хорошая добавка если это ацетиловая форма прям на банке должно быть написано ацетил l-карнитин это гораздо дороже чем просто l-карнитин но это действительно рабочая добавка мне нравится в жидкой форме либо в порошке и не забывайте что это не жиросжигатель l-карнитин помогает транспортировать жиры которые уже с помощью тренинга выделились в кровь но он сам их не отрывает он сам не способствует жиросжиганию и если вы неправильно питаетесь если вы перебираете то точно так же как этот l-карнитин помогает превращать эту жировую молекулу грубо говоря в энергию эта энергия если никуда не девается она опять таки возвращается в жировые депо и в принципе тогда получается добавка выброшена на ветер но l-карнитин очень хорошо работает в волокнах где много митохондрий значит это очень хорошая добавка для сердца делаем вывод я просидела на 36 часовой голодухи с выходом это пиздец господа не делайте этой дальше идет нецензурные выражения и я в принципе с девушкой полностью согласен каши ничем не подсахариваете нет друзья ничем потому что во первых первый прием пищи нужно максимально избавить от продуктов которые способны быстрому выбросу инсулина в кровь я об этом постоянно говорю итак друзья на этом наверное сегодня закончу если хотите если вам нравится я выложу это видео тоже в youtube ставьте лайки чтобы я понимал что вам это нравится если вам такие форматы видеороликов не нравится ставьте дизлайки я тоже это буду понимать и пишите обязательно комментарии а в комментариях пишите чтобы вы хотели чтобы мы с вами обсудили и вообще нужно понимать нравятся ли вам такие выпуски потому что все равно одно дело когда подготавливаю ролик работаю над ними совсем другое когда просто пытаюсь с вами общаться мне это нравится надеюсь и вам тоже это нравится если так то будем это делать пишите об этом пожалуйста на сайте пишите в группе пишите в ютюбе единственное что обращаю ваше внимание друзья на моем сайте и чем джим точка ру оставляйте только пожелания и какую-нибудь критику я там на вопросы не отвечаю мне это неудобно отвечаю на вопросы в контакте в инстаграм и конечно же на youtube ну что всем пока пойду немножечко поваляюсь на солнце был рад с вами увидится пока а а а Продолжение следует...